Есть последовательность определенная, как сделать так, чтобы человек перестал относиться неправильно. Это желание доказывать, независимым быть, отгорожено жить, имеет две причины. Первая причина – нехватка сил. Часто люди не могут, у них нет сил включиться. Вторая причина – это видение чужих ошибок сильнее, чем своих. Мы очень сильно в иллюзии находимся. Мы не понимаем, что свои ошибки привычные, свое поведение привычное. Как одна девушка говорит, мне муж изменяет, она такая страдает. И очень больно ей. Я говорю, ну вы же помните, вы раньше тоже ему изменяли. А она такая, да. Сказывается, так как. Потом он так вот выводил, а люди думают. Понимаете, когда муж изменяет, то страдание, а когда я изменяю, нормально. Улыбаемся. Вот такая разница восприятия. Так и устроен человек. Когда мы бросаем, люди говорят, когда бросили кого-то, они говорят, мы расстались. А когда его бросили, он говорит, меня предал он. Меня бросили. А когда сама бросила, мы расстались. Понимаете? Так у нас восприятие устроено. И изменить это можно с помощью доброты. Нужно переварить человека. Единственный способ его переварить, это понять, что я так сам действовал, раз мне это дано. Это называется вера в Бога. Что такое вера в Бога? Это вера в справедливость. Если человек верит в Бога, он знает, что у него вот что-то есть в жизни. Это неспроста. Вот, допустим, почему Бог дал такого ребёнка? Если он добрый, почему он дал такого ребёнка? Потому что этот ребёнок вас развивает. Он заставил вас действовать. Искать истину, искать правду, искать помощь. Ребёнок вот появился, и он вас развивает. Если вы не ребёнок, вы бы здесь не сидели. Эта милость Бога, она по-разному может проявляться. Также в виде таких испытаний, которые человек проходит. Ну, то есть, близкий человек может цинично себя вести. Но надо брать силы у Господа, молясь ему. Когда человек молится, он дышит Богом. Берёшь силы и по-доброму принимаешь, перевариваешь человек. Понимаешь, что я таким был раньше, раз мне дан такой человек. Значит, мне надо это терпеть, принимать. Это моя судьба. Всё это моя судьба. И когда ты принял судьбу, это первая стадия победы над ней. Ты сначала к человеку привык. Ты чувствуешь, что он нормально, я могу с ним с таким жить. И по-доброму прощаешь. Как только судьба преодолеваться, начиная первая стадия спокойствия в сердце. Всё будет хорошо. Вторая стадия влияния. Ты можешь разговаривать с ним и не раздражаешься. Третья стадия изменения его сердца. Ребёнок, допустим, получил двойку. Сначала надо принять. Не надо его ругать в это время. Не надо злиться. Надо принять. У меня такой ребёнок. Вот так у меня судьба устроена. Потом дальше нужно почувствовать спокойствие, что всё будет хорошо с ребёнком. Ничего страшного. Получил, получил. И только потом разговаривать с ним. Разговаривать по-доброму. Ты много чего интересненького узнаешь. Узнаешь, что он плохо себя чувствовал перед уроком. Что учитель его не любит. Узнаешь, что это вообще не его предмет. Что он никогда не сможет этот предмет хорошо знать. И так далее. Много-много чего. Можно считать человека плохим, но когда ты узнаёшь про него, то... Я говорю, вчера девушка решила бросить мужа. Я начал рассказывать, как ему тяжело жить. Почему он так себя вёл, что у него в сердце копилась усталость, он много работал, не мог отдыхать, не было сил общаться. Она это воспринимала как нелюбовь к себе, как предательство, как жестокость. А он просто не мог. У него не было сил. То есть мы с одной стороны всё видим, но как бы... Мы же не с Бармалеями живём, правильно? Есть люди вот такие злые по природе, Бармалеи. Вот. Но мы же с нормальными людьми живём, да? И тогда есть какой-то, значит, какая-то причина, почему человек так себя ведёт плохо. Если человек бандит, то он, естественно, плохой по природе, хочет всех зарезать, но я думаю, в основном, никто с такими людьми не живёт, правильно? Да? Значит, есть причина, почему человек так себя ведёт. И чтобы эту причину понять, нужно его сначала принять. И мужчина, и женщина – это вообще разные меры. У меня вот жена очень чувствительная. Ну, как все женщины? И она устает от отношений, от общения, устает. И надо одной попытки. Я это когда понял, я её не трогаю. Так она, когда я так настроился, то она сама начала ближе становиться, пытаться быть ближе. Потому что она почувствовала, что её понимают. Ну, то есть, вот такой подход должен быть, добрый подход к людям. Тогда меняется человек. В какой-то момент, какой-то момент, какая из берега тает, тает снизу, потом раз, переворачивается. Так и человек тоже. Это называется благодарность. Да, благодарность появляется в сердце. Он переворачивается к тебе. Он не может не слушать то, что ты говоришь. Ты говоришь, он слушает. Потому что он знает, что ты просто так не скажешь. Он знает, что ты много-много раз не говорил ему, терпел. Но если ты говоришь, значит, есть смысл в этом. Но если мы постоянно говорим, всё осуждаем, человек не будет слушать. Не будет слушать, если мы много раз не говорим. Если мы говорим в крайнем случае. Но очень важно понять, что человек без чувства собственного достоинства никогда не будет счастлив в личной жизни. Вот можно же терпеть и унижаться просто. Почему? Потому что боишься, что опять человек просит. А можно наоборот не терпеть и постоянно скандалить. Чувство собственного достоинства это сила, которая берется от Бога. Есть два типа достоинства. Есть достоинство, которое питается изнутри себя. Это гордость называется. И эта гордость никогда не приводит к любви. А есть достоинство, которое питается от Бога. Когда человек живёт правильно в жизни, делает всё правильно, то в сердце у него всегда идёт подтверждение «молодец, молодец, молодец». И человек, когда живёт правильно, он опирается на это подтверждение. Он опору в сердце чувствует от того, что он правильно живёт. Эту опору он ценит. И эта опора формирует правильное чувство, собственно, достоинства. Вот ты честно живёшь, и Бог тебя считает хорошим человеком. И ты опираешься на это ощущение, которое Бог даёт изнутри. И которое ты сам. Я могу как бы пытаться всем что-то... Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас видеть. Мы с вами в Америке, в Нью-Йорке. Понимаете? То есть, это называется «чё-то из себя корчит». А почему человек чё-то из себя корчит? Потому что он пытается всем что-то доказать, о себе доказать. Причина — он не опирается на Бога, а опирается на себя. Это называется «гордый человек». Или человек, который не имеет правильную платформу внутреннюю. Но если человек опирается на совесть, на чистоту, на Бога, Бог им доволен, такой человек может быть самодостаточным. И эта самодостаточность как раз и нужна в отношении всегда. Нужно, если, допустим, близкий человек говорит тебе, «ты плохой», то ты можешь сравнить с тем, что говорит тебе сердце. И тебе не надо тогда сильно расстраиваться от того, что он говорит. Это называется самодостаточность. Или внутренняя устойчивость человека. Она идёт от Бога. Тебе говорят люди, «ты плохой». Тебе все могут сказать, что ты плохой. Но ты знаешь точно, как тебя оценивает Бог внутри. И поэтому ты спокойный. Ты не сильно обеспокоишься о том, что тебя не оценили снаружи. Если ты чувствуешь сердце, это называется вера. Потому что некоторые люди теряются. Когда они плохо говорят, они теряются. У них снижается самооценка. Чувство собственного достоинства падает. И сразу человек раздавленным становится. Особенно здесь. Здесь всё опирается на чувство собственного достоинства. Люди оценивают тебя по этому достоинству, которое от тебя идёт. И даже если ты из себя как бы что-то корчишь, то это уже тоже хорошо. Здесь так это воспринимается. Но если у человека настоящее достоинство, то все сразу очень реагируют. Я когда приехал в самолёт, я сразу полетел в баню пошёл. Поехал в баню. И в баню залез в ледяную воду. Все оценили. Там много людей было. Они все сразу начали уважать. Они увидели, что я стою в воде и даже вообще не дёргаю бровью. Спокойно. 5 градусов тогда. Там все заходят и уходят, а я встал и стою. Интересно. Люди сразу уважают, значит, все уважают силу. То есть я заметил сразу, что люди уважают силу. Им нравится. Они уважают. Но настоящая сила идёт от Бога. Если человек опирается на Бога, то он по-настоящему достойным чувствует себя. И когда два человека живут вместе, и они опираются на Бога, на правильное достоинство, то несложно сформировать правильное отношение, если ты знаешь, что такое отношение любви. Потому что многие люди не знают, что. Отношение любви — это лёгкий стиль. В основном люди серьёзно относятся к любви. Они пытаются очень серьёзно. Ну, допустим, вот представьте, сейчас я с вами сейчас серьёзно начну говорить. Вы будете на лекции, а станете сильнее? Да? Нет, вы разбежитесь. Я вас точно говорю. Вы даже не слышали, что я серьёзно говорил тебе? Например? Не буду даже. Это будет вас оскорблять. Вы поймите, что... Вот я с вами разговариваю, я же говорю очень мягко, нежно, шуточку, да? Но при этом обсуждаю серьёзные вещи. И через любовь всё легко воспринимается. Это называется отношение любви. Я так что дома с женой говорю тоже. По-доброму, мягко, в шуточку. И тогда формируется любовь. Отношение любви означает лёгкий стиль. На ведах древних знаний говорится, что любовь пришла от любви, высшей любви. Вообще, это не наша энергия любви, это энергия Бога. И он её строит в отношении к супругой со своей. Мы знаем, везде это тайное знание, везде есть супруга Бога. В знании у Иисуса Христа была Мария Магдалина. Никто не знает толком, но она первая узнала о Христе. И она первая увидела его, когда он воскрес тоже. Это значит, она выше всех остальных стоит, остальных, в отношении к Богу. Выше всех стоит. Не мать увидела его первую, а его возлюбленная увидела первую. И она первая узнала о его деяниях, потому что он её первое, первое, своё чудо ей первое показало. Так? Тайное знание, никто об этом не говорит. Отношение Бога с супругой, лёгкий стиль. Такие отношения лилы называются на санскрике. Лила означает игра и любовь одновременно. Как игра. То есть близким человеком надо как играть, как будто. Как лёгкий, весёлый стиль, полушуточный. Если ты хочешь что-то сказать серьёзное, скажи по-добранному. Если ты начинаешь глаза квадратные делать, любовь заканчивается в этом моменте. Они по-моему на голову соберутся. А? На голову соберутся. Да. Это часть любви тоже. Наглость. И наглость переходит. Да, в наглость переходит это часть любви. Когда человек наглеет близкий, надо раз, чуть-чуть подальше от него и показать ему, что ты как бы в эти игры играть не будешь. И он начинает сразу уважать тебя. Он чувствует, что ты можешь быть счастливым и с ним, и без него. и все нормально. Сравними нет. Да, моя хорошая, да. А то спустили тяжело, когда посадишься. Уже не спустили. Нет, сможет, сможет. А знаний-то не было раньше. Да, знаний не было. Может быть, даже и унизились. Я согласна. Век живи редко. Учись и дураком помрешь, да? Ладно. У нас возник спор. Сейчас узнаем, что скажут мудрые люди. Я рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли. Какие все хорошие. Какие вопросы еще у вас? Кто со мной не говорил еще? Кому сильно надо? А? Вы хотите спросить? Вы захватили микрофон? А? Ну ладно, да. Она на коне. Ладно, хорошо. Ну если можно. Я сейчас тогда подумаю. Я уже согласился. Значит, можно. Давай, давай. Спасибо. Прошу. Да. Вы говорили, что в какой-то из лекций в Москве тяжелое детство. И... В Москве? Ну такая же, как и здесь примерно. Тоже, как в мегаполисе в любом. Да. И трудно жить в городе. В большом, да. В большом. Да. Я пытаюсь в своей жизни найти свой дом. Уже какое-то время. И если, собственно, я хотела спросить, может, вы хотите... Вам здесь подходит? Нормально? Да, ну вот я живу в Бруклине. Я не знаю, мне оставаться в Бруклине мне как бы оставаться там, где я живу, приехать. Где вы живете? Ну, в Бруклине, в квартире, но... Где? В квартире. В Бруклине? Да. Это Нью-Йорк, да? Да. Вам здесь подходит? Ну, да, спасибо, я это не чувствую. Но просто это не совсем мой дом, потому что у меня в таком никто убежит, и мне надо решать эту проблему. И я уже несколько лет... Вы хотите свой, чтобы у вас свой дом был, да? Потому что это я... Ну, это мое место, потому что я не являюсь как бы полноправным хозяйством. Потому что это еще вам больше мужа. А если у вас по судьбе нет такой возможности жить в своем доме, что тогда? Ну, я не знаю, скажите мне. Ну, если вдруг нет, вот как вы тогда? Что тогда не жить вообще? Может быть, просто принять вот судьбу и жить вот как Бог дал? Все равно же вас никто не выгоняет от киды. Правильно? Как будто бы не ваш, и ваш одновременно? Да, но я не могу официально разместиться со своим мужем, если я там как-то же... А зачем вам разводиться с ним? Потому что мы официально, как бы, мы не женаты, но мы не мужа женаты, мы не официально... Он с какой-то другой женщиной живет уже? Я не знаю. Узнаете? Нет, но мы тоже много лет, семь-八 лет... Он вас не видит и не запирает в свой дом, да? Уважает вас. Хорошо к вам относится. Он боится. Почему боится? Ну, я не знаю. Ну, чего бояться-то? Взял бы, забрал. Чего он боится? Ну, я не знаю. Он вас уважает, оставил вам дом. Что? А, боится, что его разменяют, да, после развода, да? Это он боится? Он, как бы, меня не отпускает. Ну, вот, об этом я и говорю. Почему я и спрашиваю, с кем он живет? Может, вам с ним сойтись? Он не хочет. А что не отпускает? Не знаю. Ну, узнаете. Ну, ладно. Значит, я не получил. Вы за меня ничего не решили. Вы не сможете жить в своем доме. Правда? Но если вы решите вопрос семейной жизни, то автоматически решите вопрос о жильем. Не знаю. У вас не все там разрешено. Вы не поняли этого человека. Вы до конца его не поняли. Он на вас обижен. Что не делать? Приблизиться к нему. Пытаться с ним поговорить, пообщаться. Он будет немножко замыкаться какое-то время, но потом пойдет навстречу. Кстати, вы поступили эгоистично в отношении к нему. Да? Надо вернуться назад и пытаться с ним решать вопрос. Можно икон так и поделать? Можно? Спасибо. Я так и знаю. спрашиваю, что так смотрю. Я боялась, что вы сказали, сходиться. Не, ну я не всегда так говорю, просто здесь видите, какая ситуация. Она поступила эгоистично с этим человеком. И Бог сейчас ее не отпускает, не дает возможность дальше идти по жизни. Потому что ей негде жить, она живет в этом месте. И тот человек не женится, знаком, остается как-то рядом, висит в воздухе, ни туда, ни сюда. И Богу не понравился ваш поступок. Вы хотели по-американски как бы свободно получить, но жить. А свобода у нас в отношении с Богом мы не можем слишком свободно себя вести вольно в отношении и вашу волю вы превысили в этой ситуации, превысили свои полномочия. И надо разобраться с человеком, может быть вы не будете вместе жить, но нужно сделать так, чтобы он успокоился, чтобы его сердце успокоилось. Сейчас это сердце его не спокойно. Решите этот вопрос. И дальше пойдет жизнь, сейчас она стоит на месте его ждет, когда вы благоразумитесь. А как только вы дальше шаги начнете делать, вы будете уходить и от жилья дальше, и от своих возможностей в жизни, от семьи, то есть будете в пустыне дальше идти. надо всегда поступать так, Богу нравится. Вот Богу нравилось, чтобы вы вместе остались, а вы поступили не так, как вам нравится. Я знаю, что все было непросто, я знаю, я знаю, но вы не знаете то, что я знаю. Я знаю то, что вы знаете. Вы не знаете сердце этого человека, я его вижу. Вам надо с ним начать общение, диалог. Хорошо? Очистите свое сердце, общайтесь с человеком. Ваш вопрос? Можно берутся обратное здоровье? Мне просто дочка заболела где-то 8 лет назад биполярным расстройством. Я просто хочу узнать ваше мнение. У нее все было прекрасно. Ну, а она будет выполнять мои советы или нет? Ну, она выполняла, что лекарства не помогали. Они никому не помогали. голодом. Мой муж тоже очень много чего знает. Он взял ее в монастыре. Мы пошли с месяца в монастыре, молились с Патухом. Она голодала. Помогут? Да, она стала намного лучше. Она очень настроена тела. Он говорил, что надо голодать 30 дней. Тогда это очистить все. вот молодец, понимает. Она смогла только 21 день. Слава Богу, что не 30. Нет, мои хорошие, это все не так. Давайте, хорошо, давайте я тогда начну лекцию. Все у нас водится к дам. Ну, давайте. Я расскажу, как ей лечить. Извините, учитель, у меня последние три с половиной года были очень трудности в жизни и с работой, перееду в разные штаты и с расходом и как-то уже с работой ничего не получается. Не знаю, в какую сторону идти. Вы устали просто, метаетесь. Вы начинаете где-то работать. Вам надо где-то может быть месяцев восемь чтобы утвердиться, а вы не выдерживаете, вас не хватает сил. Вы чувствуете, не идет бросили, не идет бросили. Называется суета. Надо выйти из этого состояния. опять поражение, поражается опять физическое, психофизическое тело. Эти блоки мешают. А если уже год с половиной работы в одном месте и просто думая открывать что-то свое или заниматься чем-то другим, вы работаете? стелюсь, делаю волосы. Своё хорошо, не сейчас, чуть похоже. Это придет само собой. Запомните такое в жизни. Все самое лучшее приходит постепенно само собой. Эта работа само само собой к вам пришла. Вы не напрягались сильно. А там где вы напрягаетесь вы всегда терпите поражение. Вы начинаете там сильно напрягаться раз и удалось. Поэтому знайте закон, правило. Ждите. Вот работайте стилистом. Подождите еще может месяцев 8-9 и у вас появится возможность что-то свое уже создавать, открывать. Эта возможность приходит через людей, через средства, через знания. В сердце появляется спокойствие. Сейчас вы просто метаетесь. Вы хотите быстрее. Если допустим вот росток маленький растет, его можно быстрее сделать, чтобы он росит. Вы вырвешь с корнем просто. Так и росток вашей судьбы, вы его вырываете все время. Не дайте ему расти. Значит у меня придет, надо просто ждать. Как сказали с первой работой. Потерпев вытерпев вытернулись уже. Вспомните сколько, чуть больше года назад вы дернулись, сильно, резко там что-то начали менять, деньги вложили или еще что-то и сильно потерпели поражение от этих резких действий. Не надо так делать, надо спокойно. спасибо. В целом это идет от определенных проблем, называется статическое напряжение. У вас оно идет в деятельности, вы не терпите обстановку, устаете вам тяжелого раздражения. Давайте я буду сейчас эту тему поднимать и рассказывать вам. можно вопрос, я не смогу просто подать на слово статическое у меня ребенок маленький, два месяца, и у меня очень-очень сильно ухудшились отношения с мужем, и я не знаю, что с ним делать, что с собой делать, что с ним делать, что с той ситуацией делать, ребенок очень много занимает внимания, времени, ну а муж, просто его как подменили, но вы на него не тратите силы, и он нуждается в любви, а вы ему не можете дать, у вас нет возможности. В целом, когда разрушаются маленькие дети, у людей не хватает сил, ребенок все забирает, и женщина тратит на ребенка, мужа не хватает энергии, он начинает нервничать, замкнутой группой получается, истощение, идет истощение, и опять мы возвращаемся к этой теме наполнения, как наполняться, нужно научиться наполняться. У нас просто дошло до того, что мне уже опасно находиться в этом это называется статическое напряжение, сильная повышенная чувствительность, у него идет раздражительность, у вас обидчивость, ребенок орет, не может спать, это все вы не высыпаетесь, еще больше повышает чувствительность, это называется статическое напряжение, чувство несправедливости внутри, отчаяние, как птица в клетке, человек бьется. Решение очень простое, но вы мне не поверите. Нужно ходить в бассейн все вместе, плавать, вода дает спокойствие, деревья дают спокойствие, неподвижное положение тела. Вы не сможете сейчас делать неподвижное положение тела, потому что у вас на это нет сил. У вас настолько сильное статическое напряжение, вы в суете находитесь, вы не можете остановиться. Беспокойство внутреннее. Вода. В ванной есть дома? Да. Вот в ванне лежите 28 градусов, просто по очереди туда полтыхаетесь. Надо бы, ну как бы я сейчас буду рассказывать методологию саму лечения. Да, давайте ведь одно и то же надо просто мне рассказать, чтобы вы это делали уже и лечились. Нет, все, вопросы все пока. Уже многое, мы целый час общаемся и так уже. Как плохой период закончится через пять месяцев. Доктор говорит, спасибо, как эту стеклянную палочку, подмышку засовываю, сразу легче становится. Спасибо вам большое. Ладно. У меня к вам вопрос. Вот как вы думаете, когда человек нервничает, когда у него плохое настроение, нет концентрации внимания, плохая работоспособность, обидчивость, гневливость, суета, перенапряжение. Это психические состояния или это состояние физиологическое. Видите, вы все говорите психическое. Значит надо к психологу идти. Так? Мои хорошие, это все состояние означает нехватка энергии. И к психологу ходить не надо, потому что вам психолог энергию не даст. Попытайтесь понять то, что я вам сейчас расскажу. И вот, допустим, девушка, она вот одно из этих состояний, отчаяние, обидчивость, растражительность. Это просто нехватка энергии. Когда я сказал в воде лежать, она думает, что Олег Геннадьевич, все одно и то же. Ну, конечно, допустим, если пришли, допустим, на лекцию, 50 человек голодных. Они спрашивают, что Олег Геннадьевич, у меня сердцебиение сильное. Я говорю, вам надо покушать. Ладно, спасибо. Говорит, у меня слабость, я ползов поставил, у меня нет сил. Вам надо покушать. Да? Угу. Ладно. Олег Геннадьевич, у меня руки трясутся вот так вот. Вам надо покушать. И везде один и тот же ответ. Почему? Потому что одна и та же проблема. Большинство людей сейчас страдает от нехватки энергии. В мегаполисе нет энергии природы. Нет энергии воды, нет энергии солнца, нет энергии воздуха. А человек не может жить без энергии, у него начинают страдать эти функции психо-физические. И он, а с этой стороны тоже надо хотя бы одно окно открыть, иначе воздух не продувает. Открыто, да? Я просто не вижу. С этой стороны открыто, да? Да, понятно, понятно. Понятно, хорошо. Побольше. Да, побольше, если вообще шикарно. Если можно. Видите, как молодец, хорошо он сделал. Он поступил не по-американски, но зато он помог людям. Нет, это не надо там вычметь. Спасибо большое. Сразу сейчас легче дышать будет. Лекция пойдет. Спасибо. Спасибо.